МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У меня в руках записано на ней 13 композиций. Судя по всему, музыканты не суеверны. К визуальному воплощению авторы подошли креативно. Так, внутри конверта каждого обладателя этого CD-диска ждет сюрприз. Вот такой вот магнитик на память. Видимо, чтобы даже на кухне не забывали. Перейдем к музыкальному наполнению. Еще вчера тебя не было простого. Протягив вчера ты не знал, как звучит твое имя. Фил-зизовцы словно маститые звезды. Презентовать свежую работу так масштабно. Играть так open-air. В качестве площадки большая сцена парка изумрудный. Звук, мощные колонки, свет, яркие прожектора. Получилось уж точно не хуже заезжих гастролеров. Перед выходом на сцену посмотрите шоу. Насладились, добьем музыкой. Все внимание на трех человек. Микрофон, барабаны, компьютер. Нарочитый минимум. Из динамиков плотный поток. Публика одновременно в недоумении и в восторге. Таких концертов от местных ребят не было давно. Хрупкая Алена Делли демонстрирует нежный вокал. И так почти два часа. Светящийся аншлаг над сценой. Аншлаг перед сценой. Отыграл последний звук. Начались громкие аплодисменты. Пластинка эфир сыграна от начала и до конца. И это явный претендент на концерт года. На финал анонсы. Гастроли столичных звезд с приходом осени набирают обороты. Многие из них уже купили билеты в направлении Барнаула. Кто именно, сейчас узнаете. 15 сентября ждем в гости Татьяну Васильеву и Елену Воробея. Артистки сыграют спектакль. Площадка Краевой театр драмы. Там же спустя несколько дней выступит победительница проекта фабрики звезд Ирина Дубцова. 21 сентября певица презентует публике программу «10 лет на уровне сердца». На этом все. Ленту со свежими музыкальными событиями прокрутим в следующем выпуске плейлиста. А пока ставим паузу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова